9 мая Россия отметила очередную годовщину победы в Великой Отечественной войне. Многотысячные колонны бессмертного полка, парад победы, праздничный салют и всеобщая радость мирному небу, правда со слезами на глазах. Все меньше остается тех, кто прошел через горнило Второй мировой. И хочется, чтобы условия их жизни были достойны ветерана войны, победой в которой мы так привыкли гордиться. Татьяна Александровна, поздравляем вас с днем рождения, желаю вам здоровья, не падать духом, быть таким же молодцом, такой же красавицы, как же вы. Да уж, нашел красавицы. На этом видео, снятом год назад, ветеран Татьяна Линчевская принимала поздравления со своим 92-летием. Татьяна Александровна, мы вас тоже поздравляем и дарим вам именные часы. Пусть эти часики. Радует вас. Поздравляем вас. Совсем молоденькой девчонкой связист Таня прошла фронтовыми дорогами от начала до конца войны. В списке ее боевых наград есть и медаль за взятие Будапешта. А это весь боевой путь нашей Татьяны Александровны. И здесь вот мы отметили то, что она первый бой приняла в Белой крепости. Боевой путь Татьяна Александровна закончила и встретила победу в городе Бырна 15 мая 45-го года. Поздравление с днем рождения Татьяна Линчевская принимает в коридоре, потому что в комнате, где она проживает, гостям просто не развернуться. Ну вот, пожалуйста, посмотрите, вот здесь я живу. В этих шести или восьми квадратных метрах. С формальной точки зрения ветеран войны проживает не в комнате, а в двухкомнатной квартире со своим внуком. Ранее здесь располагался красный уголок общежития, но затем помещение переделали под жилое. Из общей площади в 34,5 квадрата сделали коридор, ванную комнату, кухню и две комнаты, на меньшую из которых осталось совсем ничего. Именно в этой коморке Татьяна Линчевская и доживает свой век. С 2013-го она обращается в районную администрацию с заявлением об улучшении жилищных условий, но всякий раз получает отказ. Я все справки собрала, все отнесла в администрацию. Меня приняли это все. Но ответ был такой. Два квадратных метра лишние. Мы не имеем права. Свои решения чиновники объясняют так. Для постановки на учет в качестве нуждающегося в жилье нужно быть обеспеченным менее чем 12 квадратными метрами. А если поделить общую площадь помещения между Линчевской и внуком, получается чуть больше этого норматива. Конечно, с точки зрения справедливости, это неправильно. То есть вот казуистика вот эти два метра уперлась и на сегодняшний день у исполнительных органов власти в связи с этим, как они говорят, нет возможности выдать квартиру. Не так давно после получения очередного отказа ветеран войны решила, что больше не будет ходить по кабинетам с протянутой рукой. Скажите, ваша страна оплатила вам за ваш вклад в победу? Откровенно сказать? Нет. Если ваши гражданские права нарушены, если ваша жизнь и здоровье угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Продолжение следует...